Итак, друзья, всех приветствую! В этом видео покажу, как мы будем укладывать плитку ПВХ. Плитка ПВХ у нас Target 2 мм. Это один из самых простых, недорогих вариантов из плитки ПВХ. Есть также Quartz Vinyl. Quartz Vinyl походит на ПВХ-плитку, но подороже, и получается у него, по-моему, потолще даже идёт. Ну, вообще, вот этот 2 мм, 2 или 3 мм, я 2 мм первый раз вижу, в основном где-то начинается от 3 мм. Ну, видно, что она недорогая, потому что она такая сильно гибкая, в основном они пожёстче. То есть сама и поверхность более такая пожёстче. Итак, мы сделали пол полностью, пол подготовлен, ПВХ-плитку. Подшлифовая маленько наждачкой. То есть, напоминаю, здесь у нас дыр-бол из полистирол-бетона. Дальше 2 см ЦКС-ка, цементно-песчаная смесь, с добавлением клея для вязкости. Потом я ещё на всякий случай, когда подравнивал всё это дело, я протяну вместе с сеткой. И вот видно, что тут ещё обмировано сеткой. Сетка штукатурная, которая идёт для стен также. Эта сетка идёт 5 на 5 мм. После этого хорошо наждачкой прошли, то есть поле, ну то есть это так, как сверху клеем. Сетка протянута клеем ещё сверху, то есть все заполнены, все ракуринки, всё. Клей хорошо наждачкой шлифуется. И буквально за 2 часа, за час прошли наждачкой и прогрунтовали. Грунтовали хорошей грунтовкой Целезит СТ-17. Так, и по прошествии прогрунтовали вот эту комнату, прогрунтовали вчера вечером. Вот эту комнату прогрунтовали сейчас, ну это сейчас часа 2, она будет 3 просыхать хорошо. Теперь украдываем ПВХ-плипку. С чего начинать? Ну, как правило, украдывается вдоль окна. И находим вот две комнаты у нас, да, вот это вот самое отрывное расстояние. И вот отсюда мы будем украдывать плитку. И будем потом её разгонять, как будто она пойдёт сюда. В этот шкаф, в коридло, туда на кухню и в ту комнату. Ну, так как здесь ещё пока сохнет, то начнём клеить вот эту комнату и погодим вот сюда. Так, ещё такая нюансика, по крайней мере, у вот этой плитки ПВХ, у неё разная вот структура такая. То есть есть чисто плитка идёт вот такая, в одной пачке причём. Причём может быть, что в одной пачке идёт чисто вот такая вот, и в другой пачке идёт чисто вот такая вот. Ну, вот видно, по рисунку. То есть, ну так как у нас тут пачка много на всю квартиру, вот сейчас мы разбираем, сколько вот такой плитки, сколько такой плитки. И смотрим, как её укладывают. То есть, получается, ну вот я сейчас прикинул, наверное, один ряд мы прогоним, типа вот сучками, которые, а потом цепь, ну как бы, которые идут почти без рисунка. Потом опять ряд сучками, потом без рисунка. И ещё тут тоже такой вот нюансик, получается, когда сучки идут по одной части, как правило. Ну, не везде, но по большей части. То есть, тут тоже нужно украдывать, смотреть, чтобы вот они, как бы, если идёт сучком, допустим, по левой или по правой части, чтобы она и на другой также шла. То есть, так, потом смотрим ещё разбежку. Ну, в данном случае, так как у нас здесь, скажем так, полуэконом, ну, то есть, недорогой ремонт, здесь украдка производится по минимальному остатку. То есть, получается, мы начинаем, допустим, с цельной плитки, прогоняем ряд, у нас остаётся какой-то кусок, мы этот кусок берём оттуда и переносим сюда, и от него следующий ряд идём. Так, это вот по украдке. То есть, ну, можно ещё, как вариант, когда делают, можно делать, допустим, как вот, развежку. То есть, например, цельная плитка, потом половина плитки, и от неё идёт, и следующая. Так, теперь ещё, что хотелось сказать. Также у нас уже прогрунтованы стены, ну, полностью зашлифованы, прогрунтованы стены, натянут потолок. То есть, у нас уже чисто такие чистовые работы, никакой грязи пыли уже не будет. То есть, мы сейчас украдываем вот эту плитку, мы уже, стены подготовлены под обои. То есть, уже всё здесь, уже никакой пыли нет. Это обязательно. Так, что понадобится для украдки плитки ПВХ, нужен угольник, хорошее лезвие, ужирательные и дешёвые, канцелярский ножик, ну, один. Рулетка, пассатижи, чтобы отпусывать лезвие, фромастер. И, в принципе, наверное, так. И ещё вот такой вот гребёнчатый шпатель, именно для плитки ПВХ, 2 мм. Вот эти вот гребёнка 2 мм. То есть, это как раз для ПВХ плитки. То есть, им будем клей растягивать по полу. Так, сам клей. В данном случае у нас вот такой вот. Клей для ПВХ плитки. HomeExpert 2000 Pro. Ещё я работал клеем Килтон. Килтон мне, кстати, больше тогда понравился. Ну, хотя особо разница. Но ценник, кстати, для клей тоже приличный. Сейчас покажу. Так, вчера вот заказчик покупал. Два вот таких вот гребёнка стоят 6000 рублей. То есть, рассчитывайте, что клей для ПВХ плитки, он не дешёвый. Кстати, вот на такую квартиру, вообще, по расчётам магазина, должно уйти два вот таких вот ведра. То есть, здесь по полу 47 метров квадратных. Но, на самом деле, скорее всего, уйдёт больше. Как бы, я сразу попросил купить ещё дополнительно два ведра маленьких. Потому что, скорее всего, может быть, одно останется маленькое. Как правило, они как-то считают не так. То есть, всегда, потому что, что-то расход больше. Хотя, порой, прогрутованный. Не знаю, посмотрим. Так, в принципе, всё. Так, сейчас я вам ещё покажу. Сейчас я ещё покажу, по квартире пройдусь, посмотрите, что у нас уже подготовлено. Так, на стенах уже плитка наклеена, потолки натянуты. Всё, сейчас грунтовка подсыхает. Всё, кстати, подоконники, откосы уже протёрты, помыты. Но, вот сейчас вражность от грунтовки. То есть, у нас, в принципе, всё сухо было. Но, так как мы стены прогрунтовали, пол прогрунтовали, и вот сейчас вот вражность скапливается на окошках. Всё, инструмент весь сражили. Всё, весь инструмент лежит здесь. Так, ну и ванна тут. Так, ну, как-то так. Сейчас начнём клеить. Ещё покажу, как будем клеить какие-то ПВХ. Наносим клей. Надо наносить достаточно быстро. Работая же один, потому что где-то минут через 15 нам надо будет уже приклеивать доски. То есть, я сейчас вот эту часть наношу и сразу пойду приклеивать. И потом надо вот следующий ряд сразу наносить. Ну, как бы два ряда приклеиваю, потом следующий вот отсюда, вот это вот, как бы он уже неровно, клея остаётся. И ему нужно будет следом следующий наносить. Потому что если он будет высыхать, как бы ему нельзя. То есть, надо ему будут тогда губкой как-то смывать. В основном, если не усмеваешь что-то, следующий ряд сделать, тогда вот свежий клей нужно губкой смыть. То есть, наклеил плитку, и какая губка и с водой смыть. И инструмент, сейчас я вот этот клей наношу, и сразу инструмент помой, потому что клей прихватывается, его потом сложно чем-то отрабатывать. Снимаем, по-честному. Снимаем, по-честному. Снимаем, по-честному. Когда наносишь один, то есть, клей размазываешь на один и наклеиваешь, то нужно работать побыстрее. И там вообще написано 15 минут надо ждать, но, как правило, если я не работаю, то нужно ждать меньше, потому что просто не успеешь. Сейчас весь первый ряд прогоняем, чтобы шепот этот клей был совпал. совпал. Нет, не стал уже разором ничего пробивать, ничего путь, потому что там понятно, что постельнее. Самое важное, что когда один работаешь, нужно просто успевать, потому что клей, который остается, допустим, в двух комнатах, с одной идет стороны, и с другой стороны клей. То есть, вот здесь вот. Сейчас я до нее дойду, и надо было с какой-то стороны клей свить, ну, получается, с той стороны. Со стороны торевого, потому что там укладка будет производиться попозже. Чтобы время не высох, его надо будет губкой убрать. и потом еще дальше наносить сюда. Несколько клей где-то вылез, надо будет губкой убирать. У меня верно стоит сразу подготовленное. Ну, и смотрим, чтобы швы были ровные, чтобы не торчало. Есть же еще не хватило. Продолжение следует... 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 то есть здесь она более-менее легла а здесь уже клей подсох и вот этот вот стык шва будет уже вот здесь например виден поэтому нужно успевать и все делать достаточно быстро удобно такой немножко влажной тряпочкой выкатывать может подальше Ну и прочее. И так далее. Все, выключаем. Сегодня с утра вот только что пришел. Плитка ПВХ у нас уже вчера прихватилась. Ну вот за ночь вчера мы ее клеили. И давайте я покажу вот прям с утра, сколько мы вчера сделали. Мы получается вдвоем, ну с учеником с 3 часов, с 3 до 7 часов, вот за 4 часа выложили. Так, ну и вот смотрите, как получилось. В общем, выложили как раз на всю длину, на две комнаты. Вот по швам можно посмотреть. Ну вот, вот такие вот шовчики. В общем-то, ну фактически их не видно. Мне кажется, даже меньше видно, чем у ламината при стыковке, у замкового. То есть, это клеевая ПВХ. Сегодня я буду украдывать ее один, продолжать. Ну и почему, я вчера торопился вдвоем. Самое главное, вот прогнать вот те места, где идет разрывы с комнаты в комнату. То есть, ну например, в коридор. Вот в коридоре вы идете, да, и у вас получается в одну комнату надо гнать, там в темнушку какую-то гнать, сюда выходить в коридор и кухню, и еще в эту комнату. И когда вот клеишь один, то просто не успеваешь, потому что, ну вот, гонишь же цельной полосой, как правило, и когда гонишь, получается, клей наносишь, и там наносишь, и здесь наносишь, и в эту комнату наносишь. И он уже, получается, подсыхает, то есть, он там в течение, ну, минут 15-20, и он начинает прихватываться, и в это время уже надо наклеить плитку. А чтобы наклеить плитку, там где-то и вырезать вот надо места, да, надо где-то вот здесь вот добавить, например. То есть, вот цельно идет плитка, здесь надо кусочек добавить, а это все надо же вырезать, это не просто так, это надо замерить. И в это же время дальше надо наносить клей, потому что где-то подсыхает, где-то надо наклеивать и продолжать дальше. И получается, что просто в одного вот именно вот такие вот вещи не совсем удобно делать. То есть, либо приходится тогда, вот где, например, точно уже заканчивается, да, ты уже знаешь, что ты сегодня уже не будешь, не успеешь наклеить. Тогда ты просто этот клей смываешь губкой, то есть, полностью смываешь так, чтобы он вообще не оставался, то есть, вот по краям, чтобы ничего не оставалось. И все, и, то есть, смыл, а дальше продолжаешь гнать. Ну, вот вдвоем мы вчера вот это прогнали, а сегодня я уже в одного буду продолжать, допустим, комнату сделал, перешел, там, немножко сделал, перешел, там, комнату сделал, следующую. Ну, конечно, буду, как делать, сейчас, получается, я буду, прогоню самые видимые места, а потом уже, что останется, там, немножко где-то, или там, закуханный гарнитур, там, положу, потому что...